МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости нашего города в студии Ирина Потехина. Здравствуйте! И вот некоторые темы выпуска. Немаленькие проблемы малого и среднего бизнеса. Почему число предпринимателей уменьшается? Росстат утверждает, что Ноябрьск самый обеспеченный город России. Горожане недоумевают, откуда такие цифры. И скоро лето, где будет отдыхать детвора из Ноябрьска. Нерадивая мать отправится в колонию. Такое решение вынес в суд в отношении жительницы города, которая не исполняла свои родительские обязанности. По информации следствия, женщина не заботилась о своих сыновьях 11 и 12 лет. Дети регулярно голодали, более того, мать часто их избивала. Сейчас братья находятся в социальном приюте. Следствие по данному уголовному делу длилось 2 месяца. По окончанию этого срока дело было направлено прокурору города Ноябрьска и в Ноябрьский городской суд. И в результате приговором Ноябрьского городского суда от 9 апреля 2013 года. Женщина признана виновной в совершении инкриминируемых ей деяний. Ей назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбытием наказания в колонии общего режима. Она взята под стражу в зале суда. Единственное за 2 года преступление. Подобные случаи, к сожалению, имеют место быть, но преступления подобного рода, они, как правило, скрыты. И поэтому выявление, раскрытие и расследование их представляет определенную сложность. Отдел уголовного розыска Ноябрьска разыскивает 15-летнюю Диану Давлетшину. 3 апреля девушка ушла из дома, до сих пор ее местонахождение неизвестно. Рост около 165 сантиметров, худощавого телосложения, глаза зеленые, волосы темно-русые. Была одета в пуховик синего цвета темные джинсы. Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, просьба обращаться по телефонам дежурной части ОВД 0-2 или 31-80-10. В Ноябрьске снизился общий показатель преступности. За 3 месяца 2013 года отделом ОМВД было зарегистрировано 446 преступлений. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года этот показатель был хоть и незначительно, но выше – 451 преступление. Тем не менее, отмечен рост тяжких и особо тяжких преступлений, а также преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Более чем на 30% увеличился показатель преступлений, совершенных подростками. За прошедшие 3 месяца сотрудниками ОМВД выявлено более 25 тысяч административных правонарушений, львиная доля которых – это несоблюдение правил дорожного движения. Почти 200 водителей задержаны в состоянии алкогольного опьянения. Более 7 тысяч привлечены к ответственности за нарушение скоростного режима, и порядка 1300 наказаны за несвоевременную оплату штрафов. Таковы итоги работы сотрудников ноябрьской полиции за первый квартал текущего года. Большой общественный резонанс в городе получила информация, которая прозвучала в новостях нашего города на прошлой неделе. 3 апреля мы озвучили данные Росстата, специалисты которого по итогам 2012 года признали Ноябрьск самым обеспеченным город по бюджетным доходам на душу населения. По подсчетам столичных социологов у нас приходится по 69 тысяч 200 рублей на каждого жителя. Кроме того, московские эксперты заявили, что среднемесячные зарплаты в Ноябрьске составляют 55 тысяч рублей. Эти цифры вызвали бурю эмоций среди горожанов. Уже вторую неделю идет активное обсуждение этих данных. Естественно, большинство высказывают свое негативное отношение к подсчетам московских экспертов. На эту тему мы сегодня поговорили и с прохожими на городских улицах. И вот какие ответы мы получили. Росстат они могут привезти. Пусть приедут сюда в Ноябрьск, походят и поспрашивают вот так, как вы. Я думаю, это будет более объективная оценка. Да нету 55 тысяч. Вы что, водители, если имеют 25, так это счастье большое. Даже на трассе они имеют, выезжая отсюда. Что за ерунда? Это, наверное, у начальников по миллиону. И делят на всех. А так нету, конечно. Я 31 год живу. Небогатый он город. Все в кредитах. За два месяца зарплата. Две месяца. 27-28. Вот так. Может быть, кто-то и получает. А мы, пенсионеры, прибавляют по 500-600 рублей и все. Ну, может быть, кто-то и получает. Я верю в это, да. У меня внучка работает в травматологии санитаркой. У нее зарплата 8 тысяч. Ну, правда, у нее нету полярок еще, но все равно 8 тысяч. Пусть полярок. 7-8-56. Это будет у нас сколько? 12-13 тысяч. Так у них работа какая тяжелая. Все живут очень хорошо. И дети, и знакомые, и родственники. Все прекрасно. Получают такие деньги? Ну, не все. Ну, живут хорошо. Ну, что живу в хорошем городе, я чувствую. Ну, что в самом богатом, не чувствую. Все по зарплате. Ну, далеко не 60 или сколько там сказали, 59. Потому что, ну, сколько вот я смотрю, знакомые получают. И в среднем, ну, 30. Даже вот мужчина вот получает такую зарплату. Тяжело найти хорошо оплачиваемую работу. Ерунда. Самая настоящая ерунда. Это, может быть, у кого-то, может, у десятка человек. Большие сумма так-то у всех. У кого? У простых рабочих. Какие средние, я не знаю, но гораздо ниже. В лучшем случае раза в два. А откуда взялись такие зарплаты, это, не знаю, пройтись по предприятиям. Там, наверное, все в шоке будут от таких средних зарплат. Сегодня мы связались со специалистами Ямалстата. Это федеральная служба государственной статистики по Ямал-Нининскому округу. И попросили, чтобы нам рассказали о том, по какой схеме выводится средняя заработная плата. И откуда получаются такие цифры. Вот что нам рассказали по телефону. Средняя зарплата, значит, изначально мы собираем сведения по крупным и средним организациям вашего города. Малый бизнес здесь не включается. И, значит, фонд оплаты, который начислен за конкретный месяц, делится на количество работников. Но тут нужно учитывать именно месяц сбора, потому что вполне возможно, что, может быть, были включены премии какие-то квартальные, годовые. К примеру, в декабре делится на количество работников. Минус подоходный еще надо. Крупные и средние – это все организации свыше 15 человек и не ОООшки. ОООшки малый бизнес сюда не включает. То есть получается, что складывается заработная плата всех сотрудников от уборщицы до начальника. Вы понимаете, что на экране условные цифры, и именно эта сумма делится на количество работников. Здесь нужно понимать, что зарплата у каждой категории специалистов своя. Понятно, что уборщица и начальник получают разные деньги, а статистический котел учета все равно общий. Учитывая, что из этой суммы еще и не вычтен подоходный налог, вот и получается то, что приводят специалисты отдела статистики. Такая вот статистическая арифметика. Соответственно, и среднюю зарплату по городу в целом рассчитывают по этой же схеме. Сразу несколько изменений на 2013 год внесены в окружную программу по обеспечению жильем молодых семей. И все они направлены на расширение возможностей получения социальной выплаты. Подробнее о них новостям нашего города рассказали в городском департаменте по имуществу. Итак, квартиры молодые семьи в этом году снова смогут приобрести не только на первичном, но и на вторичном рынке жилья. Правда, с одной оговоркой, эти квадратные метры должны быть обязательно в капитальном исполнении. Замечу, окружная жилищная программа по-прежнему ориентирована на жилье для молодежи в новостройках. Но поскольку в продаже его практически нет, и строительство ведется не такими темпами, как хотелось бы, правительство Ямала уже второй раз отходит от правил. Следующее изменение, и она уже постоянно, касается молодых семей, где один из родителей не является гражданином России. Теперь они тоже имеют право участвовать в окружной жилищной программе. Единственное, расчет соцвыплаты в этом случае будет производиться по-особому. Расчет социальной выплаты для семей, где один не является гражданином Российской Федерации, будет просоведен именно только на членов семьи молодой, которые граждане Российской Федерации, без учета не гражданина. Кстати, также рассчитывается соцвыплата и по федеральной программе, на которую молодые семьи, где один из родителей не гражданин России, могли рассчитывать и до сих пор. И последние изменения порадуют многодетных молодых родителей. Сейчас при формировании этих список в первую очередь будут вставать те, у кого три и более ребенка. В общем, это еще одна льгота для многодетных. В ноябрьске в этом году соцвыплату должны получить 47 семей, из них многодетных две. Но тем, кто не имеет такого статуса, расстраиваться не стоит. Сегодня все жилищные программы, поддерживающие молодежь, работают исправно. И все семьи выплаты получают в срок. Сейчас в НГДИ формируются списки молодых семей для получения выплаты на 2014 год. Оксана Балун, Ирина Потегина. Новости нашего города. Некоторым должникам могут разрешить выезжать за границу. Проект, предполагающий подобные поблажки, представлен на рассмотрении в Госдуму. Скорее всего, примут его депутаты уже в весеннюю сессию. Согласно документу, судебным приставам запретят ограничивать выезд должников из России в том случае, когда размер долга не превышает 10 тысяч рублей. Добавлю, пока приставы имеют полное право не выпускать должника за пределы страны вне зависимости от суммы его задолженности. С 1 января этого года страховые взносы для индивидуальных предпринимателей увеличили вдвое до 26% от двух минимальных размеров оплаты труда. В результате годовой платеж в пенсионный фонд и фонд обязательного мест страхования для индивидуальных предпринимателей вырос с 17 до 35 с половиной тысяч рублей в год. Как результат – миллиардный ущерб экономике. По всей стране массово закрываются тысячи торговых точек, а государство недополучает налоги. Кирилл Мигель узнавал, как нововведение сказалось на ноябрьске. На последнем издыхании мы сидим, да. Продаж нет вообще никаких. Пустынные коридоры и почти полная тишина. Обычный будний день торгового комплекса в центре города. В выходные, говорят бизнесмены, дела еще хуже. Выдержать конкуренцию оптовиков и сетевых фирм практически невозможно. Арендная плата, налоги, что называется, в индополож. А теперь еще и страховые взносы подскочили практически вдвое. Ирина Макарова закончила торгово-кооперативный техникум, но открыть свое дело решилась не от хорошей жизни. Муж получил инвалидность и не смог работать. Зарплаты не хватало. Сначала торговала прямо на дому, а недавно решила взять в аренду небольшой павильон. Как говорят, помогают предпринимателям – это только на словах. В делах это не чувствуется. Как только скажут, что помогают, значит что-то повысится. Ну вот как-то это вот проходит именно так. Да, повысился пенсионный, выплаты в пенсионный фонд в два раза. Это ощутимо, особенно если у кого есть продавцы. Коллега Ирины Анна Клебан на Ямал приехала в 81-м работать на стройке, а затем решила – хватит. И 15 лет назад открыла свой небольшой бизнес. Тогда, рассказывает женщина, катались как сыр в масле. А сейчас еле сводят концы с концами. Ну для меня, конечно, это очень много. Очень много. Что пенсионный, что налог – это очень большая сумма. А работаю я, потому что я уже на пенсии, а куда я пойду так? Наверное, лишь бы дома не сидеть. А коль работает, значит, отчисление, несмотря на то, что по возрасту пенсионер, пенсионный фонд делать должна. В квартал Анна Ивановна платит 9 тысяч, а размер ее пенсии в месяц – 13. В пенсионном фонде поясняют, страховые взносы – это не налог. Ваши деньги ложатся на ваш же счет. Пенсия постоянно индексируется, а значит, со временем получать будете только больше. Если страхователь не уплачивает, индивидуальный предприниматель не уплачивает, это значит, что деятельности он не ведет. Ну, мало того, что здесь штрафные санкции идут достаточно серьезные, мы говорим еще и о том, что он себя, значит, обирает в плане своего трудового стажа, в плане своего северного стажа в том числе. То есть, когда придет время пенсионных выплат, он уже не может рассчитывать на ранний выход на пенсию на 5 лет раньше установленного возраста, на так называемую выплату ямальских компенсаций, если не будет 15-летнего стажа, на звание ветеран Ямала и так далее, и так далее. Но для многих это не аргумент. С 317 тысяч 300 человек по всей стране. Именно столько предпринимателей попросту закрыли свое дело на конец марта этого года. По ноябрьску 392 человека. Но есть и те, кто, несмотря ни на какие обстоятельства, решаются бизнес открыть. Таковых в городе 242. Здесь надо учитывать свои собственные силы и рассчитать. И знать программы государственные, где государство взимает, а где государство поддерживает. Это можно компенсировать другими программами. Однако есть и те, для кого статус индивидуального предпринимателя – единственное средство к существованию. Именно статус, а не бизнес. По закону. Кто-то, например, работает по договору подряда, предпринимательство теперь обязано открывать и таксисты. А уж коль предпринимательство открыто, от отчислений никуда не деться. Кирилл Мигель, Виталий Харченко, Александр Иванов и Григорий Куропцев. Новости нашего города. Кстати, уже на следующей неделе в ноябрьске соберутся представители малого и среднего бизнеса со всего региона. С 15 по 17 апреля пройдет открытое заседание Совета по развитию малого и среднего предпринимательства. Впервые оно пройдет в открытом формате с участием членов правительства автономного округа, руководителей исполнительных органов власти, глав муниципальных образований, общественных организаций и СМИ. Всего к участию в мероприятии планируется привлечь около 200 представителей бизнеса общества. Основной темой заседания Совета станет эффективность реализации мер поддержки малого и среднего предпринимательства в регионе. Более подробную информацию можно получить по телефону 36 10 68. Провести лето на побережье Черного моря или в Болгарии. Около 2000 ноябрьских ребятишек в этом году проведут каникулы в лагерях Юго-Тюменской области, Черноморского побережья или вовсе смогут совершить увлекательное путешествие за границу. В центре поиска уже ведется прием заявлений от родителей, желающих отправить своих детей в теплые края. Что касается финансовых расходов, то оплачивать родителям нужно только транспортные расходы. Их сумма варьируется от 3,5 до 14 тысяч рублей в зависимости от того, куда именно направится ребенок. Ребята у нас могут отдохнуть в традиционных лагерях Юго-Тюменской области, на побережье Черного и Азовского побережья Краснодарского края и также за пределами Российской Федерации. Родителям необходимо прийти в штаб по организации отдыха и оздоровления с полным пакетом документов. Ограничений в принципе нет, только ограничения по возрасту. Это Краснодарский край в основном у нас идет с 7 до 15 лет, Юго-Тюменская область с 7 до 17 лет, а Болгария тоже у нас с 10, с 7 лет нету, до 17 лет. Только по возрасту. Ограничения любой маленький житель города Ноябрьска может организовать свой отдых в летний период. А вот о том, что интересного для своих читателей, на этой неделе подготовили корреспонденты газеты «Слово нефтяника» в кратком видеоанонсе. Слово нефтяника. Читайте в свежем выпуске. Изменение законодательства в области медицины традиционно порождает массу вопросов. Так, в последнее время много разноплановых интерпретаций появилось касательно выбора больницы и получения новых медицинских полисов. Расставить все точки над «и» журналисты СН постарались в материале на третьей странице свежего номера. Вот уже несколько лет подряд дачники садоводческого общества «Мечта» бьют тревогу. Электрические сети в поселке находятся в крайне плачевном состоянии. Сложившаяся ситуация заставила дачников дойти до губернатора. Они написали Дмитрию Кобылкину коллективное письмо. При помощи главы региона проблема, кажется, сдвинулась с мертвой точки. Подробности на шестой странице газеты. Жилищный вопрос – один из самых главных в жизни каждого человека. К сожалению, реалии таковы, что приобрести квартиру или участок за собственные деньги без участия внушительных заемных средств способен далеко не каждый. В целях оказания помощи органы власти разрабатывают различные программы. Однако многие даже не подозревают, какими льготами могут воспользоваться. На седьмой странице номера СН сделала обзор жилищных программ. Слово нефтяника. Видим все. Говорим главное. И завершит выпуск блок спортивных новостей. С победой вернулись ноябрьские спортсмены, тяжелоатлеты с чемпионата Евразии по пауэрлифтингу. В турнире принимали участие около пяти сотен спортсменов из разных уголков страны. От Санкт-Петербурга до Владивостока. Соревнования достаточно крупные. Было очень много выступавших спортсменов. Спортсмены приехали даже с Владивостока, с Благовещенска. Конечно, большинство было с юга России, с Московской области. Приятно было видеть, конечно. Коллег по цеху со многими подружились, познакомились, завязали какие-то знакомства. Впечатления прекрасные. Несмотря на хорошую спортивную подготовку, соревнования все-таки были тяжелыми, признаются спортсмены. Николай Дюков, к примеру, выступал в возрастной категории до 59 лет. Общий вес, который Николай поднял на соревнованиях – 477 килограммов. Этот результат гарантировал ему первое место, хотя и соперники далеко не ушли. В общем, соперники оказались более чем достойными. Многие давно заслужили звание мастеров спорта международного класса. Однако в соревнованиях почетные регалии – это дело, как говорится, десятое. Тут главное – стремление к победе. Как и обещали, ноябрьск наши спортсмены представили достойно. В этот раз у меня два первых места и одно второе место. Соревнования, конечно, тяжело, без труда не дается. Международные соревнования очень ответственные были. Ну и морально надо было себя победить, тем более физически. В итоге копилку наград ноябрьских пауэрлифтеров пополнили пять медалей. Теперь, когда соревнования уже позади, главное не расслабляться. Тренировки, тренировки и еще раз тренировки. Ведь впереди немало чемпионатов, на которых наши спортсмены планируют выступить не менее достойно. Ксения Епишева, Александр Иванов. Новости нашего города. Такова была завершающая информация выпуска. Через несколько секунд прогноз погоды. А я желаю вам всего доброго. До свидания. Партнер программы – магазин «Подис Антверса», торговый центр «Клубника». Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. Когда знаешь, что ты не один, дорога кажется короче. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный бензин и качественный сервис, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир. 12 апреля в Слихарде без осадков. Ветер южный, температура 6 градусов ниже нуля. Умравнёнка облачно с прояснениями. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Температура 2 градуса мороза. В ноябрьске переменная облачность. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду. Температура минус 2 градуса. Температура минус 2 градуса.